Это Вести.нет, студия Филипп Трофимов. Целый набор анонсов и запусков от Google из наиболее актуальных для рядовых пользователей. В Android-смартфонах появилась полноценная функция поиска потерянного устройства. В том смысле, что ищет оно теперь, даже если телефон в офлайне. Ну, например, из него вынули сим-карту. Работает Find My Device так же, как в устройствах Apple по принципу брелков-трекеров. Смартфон, даже если он не в сети, постоянно обменивается Bluetooth сигналами со всеми телефонами, которые находятся поблизости. И уже эти телефоны передают информацию об утерянном смартфоне в облако. Так что владелец может посмотреть, где устройство прямо сейчас, а не где оно было, когда оборвалась связь. Что удивительно, смартфоны Google Pixel будут передавать информацию, даже если они вообще выключены. Сервис будет доступен для всех телефонов на Android 9 и новее, а это начиная с 2018 года. Более того, поддерживаются и некоторые наушники. И поскольку это не Apple, то и сторонние наушники тоже. Уже как минимум пара моделей Sony и JBL. Позже обещают открыть интерфейс этого сервиса и для брелков-трекеров. На старте система запустится в США и Канаде, а остальные страны добавят постепенно. Но в целом это натуральный прорыв. Android – самая популярная мобильная операционная система в мире с миллиардами активных устройств. То есть с невероятным покрытием смартфонами и ищущими потерянные вещи. И еще одна любопытная новость от Google – поисковик показал сервис, который способен создавать видео с помощью нейросетей по текстовому запросу. Что само по себе умеют немногие. Но тут интересно сугубо корпоративное применение. То есть если представленная на днях компания OpenAI нейросеть SORA рисует невероятно красивое или реалистичное видео, то гугловская ВИЦ – часть офисного пакета программы, делает корпоративные презентации. Во всяком случае в демо-ролике компания показала, как пользователь может написать текстовой промпт, выбрать стиль, загрузить какие-то файлы и добавить текстовый документ с деталями, поправив сценарий. И по итогу нейросеть генерирует готовый ролик. Компания обещает, что пользователи смогут либо сами озвучить видео, либо выбрать озвучку с помощью нейросетевых голосов. Ну а в Москве сегодня продолжается российский форум по управлению интернетом. Это ежегодная встреча фактически всех, кто так или иначе имеет отношение к сети и ее функционированию. От законодательства и правоприменения до обеспечения физического ее существования. В этом году очно и дистанционно в форуме принимают участие более 700 человек из 20 стран, что для национального мероприятия существенно. Из основных тем экономика данных и развитие искусственного интеллекта и возможность регулирования этой отрасли. Пока тут есть декларация об ответственном отношении к нейросетям. В рамках форума к ней присоединились еще несколько компаний, традиционно поставив подпись в смартфоне. Но есть уже предложение и формального законодательного регулирования. Ну и сразу несколько дискуссий были посвящены разным аспектам информационной безопасности. Безопасный интернет, безопасная цифровая жизнь у нас сегодня является не просто декларацией, а нормой закона. Что касается этого опыта, то им, безусловно, могут воспользоваться и другие страны. Для этого нужно самое малое, чтобы эта страна была заинтересована в собственном цифровом суверенитете. Причем важно отметить, что наша система, она, конечно же, отличается от того, как организован интернет в Китае, в странах с достаточно, скажем так, жестким политическим режимом, где происходит просто шлюзование, где запрещено деятельность большинства иностранных ресурсов, где отсутствует возможность каких-либо иных соцсетей. В России это устроено совершенно не так. Важная особенность российского форума по управлению интернетом в том, что российский он не в смысле внутренний, а наоборот, это как рунет, российский сегмент одной большой инициативы. Соответственно, и решения тут принимаемые могут иметь не только локальное значение. Сам по себе форум это часть глобальной экосистемы Организации Объединенных Наций. Соответственно, те предложения, которые готовятся на национальном уровне, дальше передаются на региональный. И в конце года проводится глобальный форум по управлению интернетом. В этом году он пройдет в Саудовской Аравии, в Ирлиаде. И там уже вырабатываются совместные подходы к вопросам, которые, по идее, как раз очень плохо отрегулированы на международном законодательном уровне. У нас очень мало нормативных актов, которые действительно являются юридически обязательными. И исторически интернет – это та область, где очень много основано на саморегулировании, на инициативах снизу вверх. То есть отрасль сама устанавливает те правила, по которым интернет развивается. Впрочем, как раз сейчас обсуждается глобальный цифровой договор, который должен стать неким всеобъемлющим. Ожидается, что он может быть подписан уже в будущем году на Всемирном форуме по управлению интернетом.